О, господи. Офигеть. Вау, а что, это видео создано при поддержке моих бустеров? Огромное вам спасибо. Надеюсь, вы ждали вторую серию, и окей, сериал продолжается. Телевизор, радио, газеты, все трубят только об одном. О деле малолетних преступников, которые избивали прохожих и изнасиловали девушек. Прошло уже несколько месяцев, а парни все еще ждут суд. Даже за это время девушка вышла из комы. Но есть одна проблема. Она ничего не помнит. Думаю, вы и сами понимаете, как в обществе настроены на этих малолетних, зверских ублюдков. Дональд Трамп даже предлагает вернуть смертную казнь. Исключительно для этого дела. Некоторые пацаны вышли под залог, ну а у некоторых денег нету, им приходится сидеть. Кори, а именно так его зовут, думаю, самое время начать называть их имена. Видят, что его друга, с которым он пришел за компанию в полицейский участок, выпустили под залог. А оставшиеся пацаны в камере просто поражаются тому, что Кори пошел в полицейский участок по своей воле. Потому что... Он мой друг. Спору нет, но ситуация ужасная. Тем временем тот самый друг, которого выпустили под залог, едет домой. Вместе со своей матерью, я так понимаю, на то ли известный человек, то ли... Ну, короче, с деньгами у них проблем точно нет. Вокруг их дома скопилась куча народу и говорят, что вы думаете по поводу того, что Дональд Трамп предложил вернуть смертную казнь? Он требует смертную казнь. Что он сказал? Тот строительный магнат? Короче, мать в шоке от того, что ее сына могут не только посадить, но и казнить. Дональд Трамп, если что, здесь не президент, это еще там 89-й год, 90-е... А он просто бизнесмен, строитель вообще такой чел. В общем, мать выпивает, а ее подруга говорит пару расистских высказываний. Когда уже белые дадут этой стране передышку? Это, правда, все абсолютно не важно, потому что мать говорит, я не позволю убить своего сына, и сначала им придется убить меня. Поэтому, в общем, она будет сражаться до конца за это дело. Ну, а кто на юридическом поле будет сражаться за это дело, сейчас мы и узнаем. Далее Микки Джозеф, адвокат по уголовным делам из общества юридической помощи. Он защищает Макре. Тут какое дело, получается, у каждого пацана будет свой адвокат. И если у кого-то адвокаты там просто нереальные, то у кого-то адвокат по семейным разводам. В общем, кто кого себе смог позволить. И вот собирается вся эта компашка по несчастью для того, чтобы обсудить, ну что у нас имеется. И знаете, даже вот в такой ситуации люди все равно умудряются грызться друг с другом. Потому что, вот, например, мать, которая заплатила залог за своего сына, и которая тогда его еще вытащила из тюряги. Так вот, смысл в том, что он никаких показаний не дал, ничего не подписывал. Однако, вы сами понимаете, что на него наклеветали, все они в одной лодке. И даже тут родители между собой начинают ссориться, мол, мой сын ничего не писал, а мой сын вообще не виноват. А вообще, вот если бы не ваш, а тот, а у вас такой адвокат, а у меня семейный. Короче, им надо работать сообща, а они умудряются даже тут сраться. Благо, адвокаты как голос разума, но один из них вообще невероятно квалифицированный. И все знает, и все законы знает, и точно знает, как будет. Во-первых, в пятером их садить нельзя. То есть, будет несколько заседаний, как-то все по отдельности. Будет три и два. И все равно, каждый адвокат защищает своего клиента, но нужно, чтобы выгородили всех. То есть, выиграли полностью это дело. Точно, об этом же и говорит сторона обвинения, потому что, мол, и нам невыгодно, чтобы они в пятером сидели, и им невыгодно, чтобы они в пятером сидели, потому что они будут выглядеть как стая, типа, как банда. И вот, не очень это все понравится присяжным, а там же есть еще присяжные, в общем, это же суд США. Так вот, после длительного брейншторма, где принимают участие все, абсолютно все, и даже адвокат по разводам. Однако, он как будто здесь по приколу. Почему это так важно? Постойте, а вы? Я адвокат по разводам. Так вот, судья какой-то ублюдок, и суд будет очень-очень тяжелым. На руках у нас лишь то, что они невиновны, во-первых. Во-вторых, нет никаких ДНК доказательств. В-третьих, их показания были даны под давлением. И вот мы смотрим со стороны обвинения, которые такие, у нас вообще ничего нету, дело не шьется, и мы, в принципе-то, должны проиграть. Единственное, что может нас спасти, это ДНК. И, в общем-то, блондинка-детектив говорит, что ДНК у нас есть. Сперма в носке. Класс. А стало и самое главное, чтобы эта сперма совсем совпадала. Тем временем, отец наблюдает своего сына по телевизору, работает на работе и говорит своей жене, что задержится, хотя его отпустили с работы, и куда он пошел, неизвестно. Ведь на следующий день, когда у сына слушанье, отец не приходит. Возможно, ему стыдно за то, что он просил своего сына оклеветать других, ну или какая-то другая причина. Ну и вот, начинается самое громкое дело в США. Весь город на ушах, все об этом говорят, все готовятся. Есть протестующие, есть поддерживающие ребят. Безумие какое-то вокруг всего этого происходит. Эти мальчики, они наши. И мы будем драться за них. Встречается крутой адвокат и обвинитель, они уж давно друг друга знают, и адвокат просит лишь играть по-честному. Вообще, сейчас начнет происходить, лучше звоните Солу. Потому что обвинитель все так расписывает, что не прикопаться. И вот здесь, и вот так. Тут просто игра слов. Но адвокат все так разруливает. Невероятно. Но я не смогу передать это, просто не смогу. Поэтому интересно смотреть на эти кошки-мышки. В общем, начинают приглашать потерпевших. Вот, например, велосипедистка. Она рассказывает, что они вообще вели себя как животные. Там что-то хрюкали, мукали. И обстановка накаляется. А потом приглашают мужика, которого избили. И его спрашивают. Здесь есть человек, который избил вас? Он говорит, нет. И все выдыхают. Нет. Так вот, по итогам первого слушания, обвинение просто разбито в пух и прах. У них ничего нет. У них есть видеозаписи, которые они не могут показать. Потому что все показания расходятся. И помимо того, что они расходятся, они все даны под давлением. И если все это всплывет, ну, угадайте, чьи головы полетят. Есть одна надежда. Надежда на сперму и детектившу. Ой, или уже нет. Я рассчитывала на анализ ДНК из носка, но он не совпадает. Выходит, все пятеро чисты. Там нет их ДНК и вообще нигде нет. Детективша не успокаивается. Она говорит, так, ну, значит, был шестой. А они просто вместе, как бы, да, за компанию. Мы продолжаем педалировать эту тему. Мы уже все заднюю не даем. И вот обвинитель говорит, ты куда меня втянула? Ты что вообще наделала? Ты понимаешь, что за мной вся страна смотрит, а мы уже... Что происходит? Забудьте про ДНК из носка и разыграйте карту с московой. Вы понимаете, что говорите? Детективша, она просто помешалась на этих парнях. Она говорит, они животные, они животные. Их нельзя выпускать ни в коем случае. А представь, а представь, каково было той девушке. Как ей было страшно. Когда пятеро, ее насиловали. И так далее. В общем, она манипулирует жестко. И обвинитель продолжает, продолжает вести это дело. И вот приходит главная жертва, на которую без страха не взглянешь. Конечно же, она еле когда ходит, садится и рассказывает то, что помнит вообще в тот день. Она помнит, как работала, как отменила встречу с подругой, вроде как начала бег и все. Когда она уже забежала в лес, она не помнит ни черта. Я уж не знаю, манипуляция это на присяжных или нет, но и показывают ее футболку, которая полностью стала черной, хотя она была белой. И кроссовки, и то, что это очень жестокое преступление было. И девушка чудом выжила. То, что сейчас у нее огромные проблемы и с ходьбой, и со зрением, и с памятью, и со всем подряд. Но она не обвиняет парней. Она говорит то, что, ну я не помню. Я не помню. Тем временем, отец, который не пришел на первое заседание, стал выглядеть как-то иначе. Вы не замечаете? Сыну снова нужно в суд, а он снова не может там присутствовать. Что у нас будет на новом слушании? И на новом слушании выходят те самые полицейские, которые выбивали показания из пацанов. И теперь выбивают говно из них, потому что их просто как детей разводят. У них показания вообще не сходятся еще больше, чем у подозреваемых. Как это понимать? Вы не можете оба говорить правду? Протестую косвенные доводы. Ерунда! Спасибо. Ну а там вообще полнейший разнос. У пацанов даже нашлось время поулыбаться. И вот теперь спермограф, назовем его так. Адвокат спрашивает, вы получили результаты? На что спермограф говорит? Ну, данные не полные. Ну, мы еще не знаем до конца. Нет, но мы проверяли только мазок из шейки матки и носок. И вроде бы тут уже не подкопаешься. И вроде как обвинитель начал играть нечестно. Но тут адвокат филигранно задает вопрос, на что... Уникальный образец спермы? Да. Результат исследования однозначен? Да. Вообще прикольно, как идет борьба за эту сперму в носке. В общем, по итогу адвокат так все выкручивает, что оказывается. Что нет, да не совпадает сперма ни одного из парней с спермой с носка. И вообще ни с чем не совпадает. И... Да не виновна, не отстаньте от меня уже. Мне оказалось пару секунд, и спермограф реально так скажет. По итогу, конечно, адвокат предъявляет обвинителю, что... Мы же обещали играть честно, нет? А она отвечает, что это политика, это война, тут нет никакой чести, мы будем идти до конца. Но вообще, вообще, короче, мы готовы на сделку. Вы, если смотрели, лучше звоните Солу или просто знаете про американский суд, они могут заключать сделки между собой. Мол, вот этих устраивает все, этих устраивает все, ну вот давайте как-то так. В общем, предлагают сделку. Сделка, правда, заключается в том, что они признают свою вину, садятся в тюрьму, но вообще там срок будет минимальный. По сравнению с тем, что им грозит, это вообще, можно сказать, небо и земля. И вот тут надо подумать, говорит адвокат, потому что мы еще не видели этих видеозаписей, это вот единственный их козырь в рукаве. Однако, как они их предоставят и что они еще могут выкритить, мы не знаем. Поэтому, вот думайте, как бы я любую вашу сторону приму. И, конечно, парень говорит, так, мы этого не делали, за что нам нужно признавать вину? Конечно, давайте бороться до конца. И адвокат такой, тогда идем до конца. В очередной раз унижает очередного полицейского, что показания не совпадают. Просто, ну говорю, в пух их прах раскидывают. То, что все показания были даны под давлением, но это как бы еще не доказать. Но в целом, они все разные, они все расходятся. Знаете, ощущение уже такое, что можно доставать шампанское. Отец, наконец-то, соизволил приехать на суд сына. Сын, правда, не особо рад, что пришел отец, потому что он пропустил самые главные и важные моменты для него. А сейчас уже дело практически, ну, практически выиграно. И отец может все запороть, ведь он пришел дать показания. Короче, сын на него кричит. Ну, а отец, наконец-то, дает показания и, собственно, рассказывает все то, что мы видели. О том, что он заставил сына соврать, потому что он хотел, чтобы его сын не попал в тюрьму. Он со слезами на глазах все это говорит. Мол, сын вообще не хотел врать, я клянусь вам, клянусь. Но тут выходит обвинитель, спрашивает, мол, вы заставляли своего сына лгать ради семьи, а вы бы солгали? Он говорит, да, да, солгал бы. Ради защиты семьи можно лгать. Послушайте, он не делал этого. И тут батя клянется, что его сын не лжет, что если он говорил, что этого не делал, значит, он этого не делал. Я его знаю. И обвинитель такая. То есть вы утверждаете, что ваш сын говорит только правду? Он говорит, да. Хорошо, тогда мы посмотрим, какую правду он сказал на видеозаписи. Боже, как она подтягивает за слова. Так подтягивает за слова только она и гопники на районе. Это невероятно. Ну, это просто какая-то жесть. В общем, выудили из отца вот эти вот слова, и он сказал, что да, и все. Видеозапись в студию. Так, ну а тут вообще какой-то запрещенный прием, если честно. Потому что они взяли видеозаписи нескольких пацанов, ну, те, которые давали показания, и нарезали их так, чтобы все это сложилось в одну складную историю. То есть если послушать их по отдельности, то получается полный бред. Ну, один говорит одно, другой другое. Ну, а если вот нарезать так, как нужно, то все это складывается в одну крепкую историю об изнасиловании. Я вот вообще в шоке. Я не знаю, так вообще можно делать? Там прям склейки видно. Склейки хуже, чем у меня. И вот последний подсудимый, Кори, который рассказывает о том, что его били полицейские, о том, что они заставили все это его сказать. И он, кстати, единственный совершеннолетний из всех. Так что на нем немалый груз ответственности. И хоть он рассказал всю правду, однако обвинитель, ну, там вообще, она к нему так докопалась жестко, что он поплыл. Ну, поплыл. Она спросила даже действительно важный вопрос, который даже меня мучил. То есть ты признался во всем, да? Думал, что ты пошел на сделку со следствием, но при этом ты признался в преступлении жестоком. И ты думал, тебя выпустят. Он такой... Я не знал. Потом она говорит ему прочитать то, что он написал, а он плохо читает и говорит, вообще, какое это дело имеет? Как это связано с моим делом? Выведите их из зала. Как это связано с моим делом? Фух, обстановка нихреново так накалилась. И вот последний день. Время приговора. Последний раз выходят все адвокаты. Перед присяжными там вот так расписывают сяк. Ну, а обвинитель просто слюной брызжет. Я не смогу передать всех ее слов, однако по мимике вы видите, насколько яростно и яро она топит пацанов. Эндрон МакКрей, пожалуйста, встаньте. И вот время вердикта. Заставляют встать всех пятерых парней. Все, конечно, на взводе. Но шансы все-таки неплохие. Итак, давайте услышим вердикт. Виновным. Это крутой момент. Объясню почему. Потому что музыка такая, и вот вся серия шла к тому, что их все-таки не посадят, и все будет здорово. И просто виновны. Все виновны. Там все, короче, плачи, крики, слезы, истерика. Виновны. Во всем. Вот так вот на сломанных надеждах и заканчивается вторая серия. Вердикт виновен. Вот почему-то этот момент прям до мурашек. Именно музыка, постановка кадров, все как снято, все очень круто. Мне невероятно понравилась концовка второй серии. Ну а весь сериал, если что, уже лежит на бусте. Мы посмотрели его, и опять-таки я говорю вам, это непростой сериал. Как там сложилась судьба парней? Что там происходило в тюрьме? Думаю, вы и сами понимаете, как относятся к насильникам в тюрьме, а тем более по такому громкому делу. Но, если что, все на бусте. Гигантское спасибо моим бустерам. Ждите новых видосов и не забывайте. Всех обнял.